аллилуйя слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава господу приветствую всех друзья сегодня у нас 19 число месяца января 2019 года по гражданскому летоисчислению вот и это суббота шаббат так что шаббат шалом от господина субботы иисуса христа он сам сказал о себе что он является господином господом шаббата адонай шаббат да он является действительно адонаем господом субботы шаббата вот так что шаббат шалом такое приветствие традиционное еврейское приветствие шаббат шалом субботний мир или мирный суббота всем вам вот в традиции восточной христианской православный крещение Господне отмечается сегодня, вот вчера вечером, сегодня. Вот, меня многие поздравляли. Друзья по социальным сетям. Вот. И, ну, конечно, я-то не праздную как таковое вот крещение, но поздравляют. У меня много в друзьях и людей и неверующих, и по-всякому верующих. Вот, христиан разной конфессии, разной динаминаций. В общем-то, как-то так, да. И сами, как реформатор православный, как мессианский служитель, для меня наипервейшей, наиглавнейшей является вера евангельская, вера библейская, вера живая. Вот, наверное, кстати, вот сегодняшняя суббота тоже, как некоторый такой тест, как некоторая такая проверка, вот, на нашу принадлежность. Потому что с одной стороны такой господний день, суббота, шаббат. Да, с одной стороны шаббат, с другой стороны традиционное такое христианское празднование. Ну, как христианское? Оно, по сути-то, и как бы мало, и христианское-то, оно имплантировано в христианство. Это, в общем-то, плагиация языческих религий различных. Я имею в виду вот все эти, вот эти рождественские праздники. Рождество, крещение, это дань традиции, многовековой традиции антисемитизма и вот оккультизма, к сожалению. Да, и антисемитизма, к сожалению, и оккультизма. Потому что с оккультных языческих религий взята была традиция. Иисус-то крестился, конечно, не зимой. Он не был моржом, не занимался моржеванием, да, в общем-то, в Израиле в общем-то нет таких морозов. Тысячи сейчас нет таких морозов. Сейчас, в общем-то, знаменитые крещенские морозы, они уже во многом история для России, для Украины, в общем-то, для наших стран это уже в прошлом, как бы, очень редко, когда сейчас на Рождество, на Крещение бывают такие морозы. Больше, как бы, так осталась присказка, вот, крещенские морозы. А на самом-то деле обычно плюсовая температура или минус там один минус там или ноль вообще. Вот, как, допустим, эта ночь. Вчера там было плюс четыре, плюс два, значит, там начал таять. Ну, слава Богу, немного подморозило и снова снежок запорошил все это таяние. Но дело не в том, конечно. Вот. И сама традиция это Рождество, Крещение, в общем-то, уже полутора тысячелетняя традиция, в общем-то. Потому что еще с самых Константиновых времен и чуть позже эта традиция стала такой, церковной. Она становилась постепенно, не сразу, но уже к шестому столетию, ко времени Юстиниана она стала уже такой, ну, казалось уже крепко христианской традицией. Да и сейчас в умах миллионов реформации это здесь в уме совершается в первую очередь. Нужно освободиться от этого. И действительно в умах миллионов сегодня верующих разных конфессий обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой Рождество, Крещение это такие вот праздники, это зимние праздники, это такие святки, как вот мы говорили да и говорим порой. Вот. Но я имею в виду тест, какой я еще сказал тест? Либо праздник Господний, да, вот шаббат, либо вот человеческие измышления, всевозможные крещения. Исторические крещения, ну, когда было мы не знаем, если с Рождеством еще более или менее мы можем, как бы, не то, что более или менее, мы можем определить, когда было Крещение, когда было Рождество, первый приход от Машиаха. Это было осенью, ну, по-нашему, в сентябре получается это, ну, первая половина сентября, три с половиной года до нашей эры, это было, получается, 11 сентября, да, значит, вот по вычислениям и обсерватории НАСА, и астрономические исчисления, библейские исчисления, нас все и пророческие указания самих праздников этих осенних указывает нам на вот сентябрь, по-нашему, получается, исчислению, ну, месяц Тешри, сейчас Шват, уже скоро полнолуние, вот, а Туби-Шват, праздник, Новый год деревьев, в Израиле празднуется, такой народный, еврейский праздник в полнолуние этого месяца, в Израиле посадка деревьев, кустарников, ну, у нас здесь ничего не посадишь, особенно, ну, на подоконнике, разве что, можно что-то и посадить, вот, благоставляя землю Израиля, ну, и всю нашу истрадавшуюся планету, вот, месяц Шват сейчас, а месяц Тешри, ну, он, как бы, известен вот этими осенними праздниками, и, 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 мы называем Рош-Хаш-ана, значит, ну, библейский, ну, Новый год, как бы, да, глава года буквально, с еврейского, а, значит, в общем-то, библейский называется этот праздник Йом-Труа, праздник трубного зова, праздник трубления, вот, потом, значит, Йом-Кипур, день искупления, да, или судно-день, в русском обычном мы называем так, вот, в литературе русской пишется так, русскоязычный, вот, потом, ну, Сукот, собственно, Сукот, поставление кущей, это, как бы, кульминация осенних праздников, вот, и все эти месяцы Тешри, празднества, они как раз, в общем-то, указывали, вот, и были исполнены, в общем-то, ну, получается, по-нашему месяце сентябре все это произошло, Рождество Господа нашего Иисуса Христа, но, когда он крестился, вообще неизвестно, но написано, что ему было лет 30, думали так, то есть, ну, возможно, он вот так вот, как раз вот, к своему дню рождению, 30-му, и приурочил свое крещение, но, скорее всего, перед тем, то есть, это по-нашему, получается, в августе, вот, скорее всего, ну, опять-таки, дело не в том даже, когда это было, сама идея празднования этих событий, как вот, отдельных праздников, она, ну, это не христианская идея, это, собственно, изначально, есть библейские господни праздники, хотя, конечно, это, можно выразить так, условно, съедобные грибы, вот, уж лучше так, чем, вообще там, откровенные, такие, оккультные празднества, такие, которые вообще никак, ни боком, ни припеком, ни к Господу Иисусу, ни к Евангелию, ни к Новому Завету, там, видение во храм Богородицы, там, успение Богородицы, там, там, и другие празднества, вот, ну, работа над календарем, эти годы, православным, таким, реформаторским календарем, знаете, что я понял, что я не хочу, вот, мешать, вот, человеческие измышления и Божью истину, я хочу держаться Божьего, святого календаря, вот, библейского, вот, и для меня, даже сейчас, допустим, вот, если, допустим, в прежние годы, как-то, ну, Рождество, Крещение, я, ну, и сейчас тоже, я и в этот году тоже проповедую, конечно, о Христе, указываю, то есть, для меня это повод, да, не больше, не повод для празднования, а повод для донесения Евангелия, и все, вот, и потому что исторически, как раз и в семинарах, по истории христианства, в семинарах, по истории церкви, об этом я, как раз, и рассказываю, в общем-то, что исторически, все это совершенно было в другое время года, и поэтому, если празднуют, допустим, многие христиане, то не саму дату, не само событие, это даже, а вот, ну, само событие, это даже факт, скорее, факт именно рождения Иисуса, указывая на то, что он должен родиться в сердцах человеческих, не больше, не как историческое событие, просто, не как вот дату, а как именно Божьи события, произошедшие 2000 лет тому назад, да, вот, и сегодня, ну что, шаббат, суббота сегодня, Господний день, Господний праздник, вообще, кстати, этот, в традиции, такой, древней традиции, эта суббота, как раз, перед полнолунием, месяц Жват, она называется субботой, пение, шаббат шира, шир, это пение, есть знаменитая песня, песня песней, да, в Библии, шир-ка-ширин, поэтому суббота пение, воспеваем Господа сегодня, воспеваем Богу, святому, прославляем Господа, вот, и уже с воскресенья на понедельник, в этом году, получается, да, с 20 на 21 января, получается, с 14 на 15 шват месяца, этого, да, значит, будет, да, полнолуние, Новый год деревьев, дуби шват, 15 швата, мы называем так, 15 швата, просто, полнолуние, благоставляя всех вас, во имя Господне, да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светом лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь, вот, и сегодня также продолжаем молиться за народы Кавказа, новая поездка как раз на Кавказ, и сейчас я в Туле, в новогодней столице России, она так была названа, названа, в общем-то, и здесь везде были надписи такие, новогодняя столица России, вот, вот, но, на Кавказ, и, конечно, сердце Кавказа, это Грузия, страна лозы, поэтому, молясь за Кавказ, в первую очередь, молюсь за сердце Кавказа, за Грузию, Сакартвелла, благоставляю, вот, благоставляю, всех братьев, Зураба, благоставляю, хоть он в Израиле, но, сердце его тоже на Кавказе, Реваза, всех братьев благоставляю, во имя Господа Иисуса Христа, пусть в стране лозы, прославится имя Господа Иисуса, оно там славится, много, но пусть на горах Кавказа, вот это духовное пробуждение будет сильнейшее, которое, я убежден, оно так или иначе, оно для всех народов Кавказа, потому что в Грузии, она очень страна гостеприимная, ну, знаменитое кавказское гостеприимство, да, мы знаем все, вот, но в Грузии, оно особенно, будем так говорить, заметно и видно и очевидно, и можно по всему Кавказу, и за Кавказью путешествовать, много, я поездил по Кавказу, за Кавказью, но когда приезжаю в Грузию, то мое сердце просто плавится от любви и благодарности Богу, и какая-то особенная молитва всегда в сердце, даже сейчас я далеко от Кавказа, далеко от Грузии, но мое сердце, оно просто вопиет к Богу за Кавказ, вопиет к Богу за Грузию, а сегодня даже я опять одел шапку кавказскую, купил у Карачая одного, в Карачае, в Черкесии, вот, и из такой горной козы, да, в общем-то, молитва такая, и поддержите в молитве тоже, за Кавказ, благоставляю всех вас, если вы трудитесь на Кавказе или собираетесь трудиться на Кавказе, то пишите мне, буду очень рад с вами иметь общение, потому что даже, даже и в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, вот, осенью я молился как раз за Кавказ, вот, и о служении, мастихистском служении, есть мессианское иудейское служение, вот, оно более или менее обрисовывается последние эти годы, десятилетия, ну, особенно года последние, уже и богословие такое, мессианское, формируется более-менее служение, разных конфессий, мессианское такое, прослеживается очень четко, особенно в Украине, ну, и по всему миру, и в Израиле в том числе, вот, с удовольствием слушаю мессианских учителей, и в Израиле, и с Израиля, и с Америки, и с Украины, с разных стран мира, слава Господу, вот, но, в меньшей степени известно, мастихитское служение, мусульманское, мусульмане, веры евангельской, можно так выразиться, да, но я таковых, с такими познакомился, вообще, в своей жизни, первый раз, именно на Кавказе, даже, в Дагестане, точнее, именно, да, в Карачаево-Черкесии, я видел отдельных, покаявшихся мусульман, да, обращенных, принявших Христа, молящихся таких вот, за народом ислама, за Дагестан, за Карачаево-Черкесию, за другие страны, эти республики, вот, но, именно в Дагестане, я познакомился, с такими искренними мусульманами, верой евангельской, библейской веры, мастихитскими мусульманами, да, они себя христианами там не называли, в этих вот селах, поселках, потому что, ну, во многом, само наименование, быть христианином, там ассоциируется с нехорошими вещами, как правило, пьянство, безрассудство, вот, и, в общем-то, что-то инородное воспринимается, быть христианином, и христианство, обычно ассоциируется, да, с непутевыми людьми, неуважающими стариков, пьяницами, наркоманами, вот, ну, я, к сожалению, много такого видел тоже, такой, антирекламы христианства, вот, стыдно, конечно, печально все это, да, но, есть много примеров, хороших, конечно, настоящих, евангельских, верующих таких, на Кавказе, но, как правило, вот, вот, у людей христианство ассоциируется с чем-то плохим, поэтам, они себя так же мусульманами называют, но, евангельской веры, вот, именно, читая Инжил, Новый Завет, и для них Иса Масих не просто пророк, а Спаситель и Господь, Сын Божий, потому что читают именно действительно Библию Нового Завета, Инжил читают люди, и самое главное, переживают близость Господа, принимают Ису Масиха, как своего Спасителя, и собрания, они проходят именно в мечети, ну, в форме, в виде мечети, обычной, национальной, такой традиционной, вот, приходят люди, приглашают на пятничный намаз, мы приглашали людей, там, допустим, по аулу, мы говорили, приходите, пятница на намаз, приходите, там, большой дом такой, одного из дагестанцев, значит, и там вот это собрание было, одни мужики сидели, там много помещается людей, женщины отдельно там, чуть там другая такая комната, вот, ну, их видно было, они там в стороне сидели, вот, и все было так, культурно было, вот именно в таком, ну, благочестии таком восточном, вот, и, знаете ли, я говорил там слово, помолились, мне очень понравилось, что действительно люди переживают Бога живого, и у братьев, с кем я, ну, имел честь общаться те годы, да, я слышал много прекрасных, сильнейших свидетельств, именно, живого Бога, в их судьбах, в их жизни, слава Господу, и вот, с той поезд, с тех поездок, да, вот, и в Дагестан, и по Кавказу, от моря до моря, от Каспии до, значит, Черного моря, по всему Северному Кавказу, а потом уже и сам Кавказ, и за Кавказье, вот, я понял, что, действительно, разным народам, разным племенам, надо нести Евангелие Христово, порой, на их языке, в их культуре, чтобы было понятно им, чтобы было приятно, и принято, лучше, скорейше, было принято имя, слово Божье, потому что спасает не культура христианская, спасает сам Господь Иисус Христос, не православие, не протестантизм, не католицизм, не что-то еще там, всякие измы эти, нет, не, спасает сам Христос, Иисус Христос, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия, мир всем вам. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шира.